Легкоатлетический кросс «Золотая миля» популярен среди студентов университета имени Александра Сергеевича Пушкина. С каждым годом ребят-участников становится все больше, от 200 и более человек. Соревнуются в легкоатлетическом кроссе юноши и девушки разных факультетов и курсов. Многие из них выступают не первый раз, и для них это уже традиция. На этом мероприятии уже второй раз выступаю. В прошлом году тоже пригласили, потому что я в прошлом году поступил сюда. Вообще массовый спорт для нас, для нашей страны, для всех занимающихся, он самый важен, потому что это, во-первых, загадает организм, во-вторых, вызывает большой интерес, в-третьих, люди общаются, людям интересно. В этом году кросс «Золотая миля» посвящен 50-летнему юбилею факультета физического воспитания. Организаторы хорошо подготовились, придумав нововведения для участников. Поэтому ребятам перед началом забега предстояло размять не только мышцы, но и включить свое логическое мышление. В этом году мы, можно сказать, такой эксперимент внедряем еще буквально 10 вопросов, небольшую викторину, чтобы не только ребята пробежались, но и немножко знакомились с историей взаимодействия, так скажем, нашего университета с легкой атлетикой. То есть вопросы будут на тематику знания спортсменов, которые у нас были олимпийскими чемпионами, заслуженными тренерами. Традиция будет продолжена, поскольку факультет физического воспитания за 50 лет уже оброс значительным количеством традиций. И «Золотая миля» соревнования легкопитического кросса – это тоже традиция наша, и мы традицию эту продолжим. На соревнованиях учитывалась физическая подготовка каждого студента. Девушкам предстояло пробежать дистанцию 800 метров, а парням осилить в два раза больше. Кроме желанной победы, ребятам, которые смогли показать себя, открывалась возможность попасть под руководство профессиональных тренеров. А если в этом соревновании удача улыбнулась, счастливое спортивное будущее не за горами. Здесь проводится командная борьба между факультетами, ну а остальные участники – это, скажем так, здоровый образ жизни. Приятно видеть, когда они приходят и участвуют в соревнованиях, не занимая никакого места. Здесь есть преподаватели, которые работают с выносливостью, вот они здесь себе еще окончательно подбирают, так сказать, группы спортивного совершенствования.